Этажа слева направо, потом перебрасывают взгляд на верхний этаж и снова слева направо по второму этажу. На первом этаже справа мы видим с вами въезд Христа на ослятие в Иерусалит. Далее стена Тайны Вечери. Минуем пустую нишу и видим Христа на Масленичной горе, моление, минование, чаши. И там справа вы видите чашу на облацах. Последняя в левой части это Гефсиманский сад, где апостол Петр отрубает в шлуге стражника ухо. Это сразу после предательства Иуды. Смотрим на второй этаж. Допрос Христа у Каиафы. Далее побиение Христа. Снова пустая ниша. Поинти Пилат умывает руки. И последняя четверть справа вверху. Это несение креста на Голгофу. Почему же Хинрик Бильденшнюдер оставил среднюю нишу пустой? В этом и есть загадка этого произведения. Дело в том, что средневековые люди, они мыслили христианскими категориями, даже если они вели себя не совсем нравственно и хорошо. Поэтому, глядя на сцены Нового Завета и видя пустую нишу, возникала в сознании видимая картина распятия. Так и у нас, смотрящихся в эту пустую нишу, вольно или невольно возникает ясная картина распятия. Таким образом, Хинрик Бильденшнюдер, художник, делает нас уже не зрителями, а активными участниками тех событий, которые мы видим с вами на кинотафе. Дело в том, что у средневекового человека психически отсутствовало понятие категории времени. Время не имело для них ни формы, ни вида, ни меры, ни цены. Если бы человеку в средние века сказали время-деньги, он бы даже не рассмеялся, как может стоить то, чего нет. Ибо короткое замыкание, это вольтовая дуга между будущим и прошлым, которое мы ошибочно называем настоящим, его нет. Ибо каждая доля секунды будущего немедленно становится прошлым. Потом человек придумывает ложную меру времени. Сначала часовую стрелку, потом минутную стрелку, в конце 18 века секундную стрелку, и он становится заложником циферблата и психопатом минутной стрелки. Он говорит, у меня 15 минут. 15 минут от чего считаю, куда считаю? Да. Средневековый человек был лишен этой шизофрении, для него время не имело никакого образа. Поэтому он себя чувствовал, но если не очевидцем, он работал в этот день, но уж современникам ветхозаветных и новозаветных событий 100%. Обратите внимание, вот художник и исследователь из Кустотьяна, не даст мне соврать, обратите внимание, на произведениях средневековых художников все персонажи ветхого и новозавета одеты в одежду современников-художников. То есть они себя ощущали современниками всех этих событий. В этом ключ и загадка кинотафа Павелса, исполненного художника Биллендсмейдер. Внизу, там, где Кишбоген, это вот перевернутая лодочка, мы видим скелет нашего праотца Адама. На груди у него жаба, а шею его обивает змея. Жаба – это образ жадности, нельзя говорить, что жаба душит. А змея на шее – это образ злословия. Сзади на нижнем немецком языке написано средневековое моралите, смысл которого сводится к тому, что обретающие и накапливающие богатства в этой жизни не обретает их в будущей жизни. И наоборот. Вообще, надо сказать, Адам был еще тот фрукт. Он не почитался средневековыми людьми и обидным названием, когда кому-то говорят, ты Адамит. Адамит – тот человек, который не способен нести ответственность. Помните, что он говорит, это не я, это она мне дала. Яблоко. И так до сих пор и говорят. Да. Хорошо, да? И тут мы видим сами остатки тех католических химер, которые были сбиты после реформации 1524 года. Спасибо.